Я... Скорость. Четыре игрока. Я один из них. Надо успеть. Что же я съел вчера вечером? Да, шавуха с вокзала была лишней. Так. Всё. Газую. Я... Скорость. Эй, Джумбек, готов? О, да. Джумбек готов. Ну что ж, ребят, здорово. С вами, как всегда, Джамбу Макс. Айван с канала Биг Пик. Дима One Point. Я, если что, братан Макс. В Снупе, который, типа... Я, типа, там тоже был, если что. Ну, тот самый, наверное, знает. И сегодня мы вам расскажем, как мы потрогали траву на картинге. Вместо того, чтобы сидеть перед экраном. Поэтому с вас обязательно лось, подписка на канал. А также отмечайте самые прикольные моменты этого видоса в комментариях. Начнем с того, что собрал всех нас Ваня из канала Биг Пик. Выбрал он картинг под названием GS Racing, который находится, честно говоря, далековато от Москвы, в поселке Лесном. Но Ваня нас даже довез до туда. Если у тебя не Матиз, я не поеду. А, не Матиз? Да, да. Короче, встречи... Ой, блядь. Какие-то... Ступеньки тут нестандартные. Встретили мы Димана, Димана и Ваню. Сейчас мы полетим. Так, а где твой Матиз? В смысле не Матиз? Так, чтобы... Не, погоди, стойте. Вы сказали, что приедете на Матизе. Какого фига вы не приехали на Матизе? Так получилось. Ты понимаешь, что блогер с 180 тысячами подписчиками... Не может... Ездит, ездит, блядь, только на Матизе. Вы че, блядь, пацаны? Ну, ёбка, ты китайский Матиз. Ну, ты че, вы не знали, что ли? Семиместный. Минус, короче, минус сегодняшней поездки заключается в том, что они не покатают меня на Матизе. Давай в следующий раз в аренду Матиз возьмем, а их же сдают. Не, понимаешь? Давай возьмем, реально. Тизи, мы на Матизе. В итоге, везете на чем? Черед Тига 8 Про. Ну, то есть не Матиз, правильно? Нет, не про Матиз. Пипец. Нам, кстати, повезло, что там никого не было, поэтому все было без суеты, без очереди и так далее. Заполнили анкеты. Ты меня снимаешь? Нет. Кстати, ценник у ребят очень хороший. 10 минут всего лишь за 900 рублей, по-моему. Все было в комплекте. Мы взяли на три заезда, оплатили и далее нам включили ролик с инструктажем, который объяснял самые основные правила на картинге. Набираем три лайка, и я, короче, обу нашу прям вздохнув. После мы пошли переодеваться в гоночные комбезы, но Диман натрез не поддержал эту идею. Одень комбез, блядь. Ты понимаешь, ты... Я хер... Блядь, посмотри на пацанов. Да, блядь, давай переодеться. Я, можно, зацени футболку. Еба, ты... Нет, я не видел, я тебя ж генюшок не видел ни разу. Смотрите, что... Диман, а реально, почему ты не одел этот комбез? На улице была 30-ти градусная жара. Прям вообще жарила, прям не по-детски. Хоть и помещение было крытое, но все равно воздух был прогретый. И второе, комбез, возможно, был достаточно, короче, плотный. То есть воздух не поступал. А Нита Полюбас, там у Макса жопа вспотела. Это прям сто процентов. Ладно, что касаемо потной жопы, он прав. Но на самом деле в комбезе было не так жарко, как он думал. Мне лично, кстати, комбез зашел. Он придавал какую-то, не знаю, атмосферу побыть реальным гонщиком, что ли. После мы пошли за перчатками, шлемами, за шапочками, чтобы волосы не лезли. И началось. Если что, я хотел сначала ставить такую музыку. Но понял, что больше подходит вот такая. Я хоть и вожу машину, играл в Mario Kart, играл в NFS, в Forza, у меня есть руль. Но картинг это совершенно другие ощущения. Это кажется очень быстро, несмотря на то, что в целом скорость не такая большая. По-моему, около 40 км в час. Это и трудозатратнее, потому что руль действительно нужно жестко крутить, чтобы повернуть. А еще у меня была проблема, что тогда, когда я поворачивал, я напрягал спину. Не знаю, но после картинга у меня действительно болела спина. Самое забавное то, что пересматривая данные ролики, мы поняли, что со стороны это смотрится намного медленнее, чем это на самом деле. Когда я ездил, у меня было такое вот ощущение, что я прям топил. Я практически, ну, тормоз не нажимал. То есть, как бы, ну, понятное дело, когда на поворотах входишь, ты ее нажимаешь. Но так ты прям топишь, прям жестко. А потом ты смотришь видос и прям... А насчет первого ощущения, я уже практически 17 лет за рулем, но мне всегда хотелось попробовать что-нибудь, какое-нибудь активное вождение. И картинг, как ни странно, под это вообще отлично подходит. Потому что, смотря на картинг, вообще, на как это вообще происходит, мне всегда хотелось попробовать. И когда я только сел за руль картинга, это совсем другие ощущения. Самое главное, что мне понравилось, что эти ощущения в разы превосходят те, что ты видишь на экране. То есть, когда ты видишь картинг, ты думаешь, да что там вообще сложного? Жмешь педали, крутишь руль и все. А нет, оказывается, ни хрена подобного. Какие мои первые ощущения? Ну, это вообще не похоже на игры. Это совершенно другая тема. Короче, если вкратце, это, наверное, похоже на езду на какой-то бешеной газонокосилке. Вперемешку с македом, наверное. При этом ты едешь в шлемаке, половину обзора тебя не видит. Жесткая тряска, дикое жужжание. И ты чувствуешь, как тебя обдувает ветер. И ты летишь вот на этой трассе, когда у тебя вот так вот все между глазами летит. Тебе бросает вот так вот из стороны в сторону. Ну, типа, дышь, дышь, дышь. Ощущение, что тебя, значит, помотало по американским горкам. И вот касаемо Форзе. Общий, наверное, принцип то, что ты на руле. Он у меня получается с такой системой, когда, ну, в общем, сопротивляется при поворотах. И да, он отчасти помогал, но все-таки это не сравнит с реальным картам. Потому что реальный карту, ну, там, ну, надо реально жестко крутить. Ощущения такие же, как и всегда. Естественно, мои навыки игры мне помогли. Потому что я же мастер спорта по Марио Карт. Вот она, между прочим, на экране. Там я побеждаю просто всех на этой земле. Ну, какие могут быть сравнения с ощущениями? Естественно, это настоящий симулятор. Марио Карт так и задумывался. Поэтому что в жизни, что и на экране у вас происходит одно и то же. И главное, что управление точно такое же, что на моем любимом Свиче, что и в жизни. У меня ощущалось так. Кстати, несмотря на то, что у нас не было какого-то официального соревнования, мы все равно смотрели на счет, поскольку на этом картинге есть специальное табло, где прям отслеживается, за сколько ты проехал лучший круг. Как, Вань, Вань, как твои впечатления? Да, неплохо, неплохо. Немножко кисти болят, но... Не, ну, в принципе, гиб вообще неплохо. Второй из-за того, ну, плюс 1,3, блин, ну, надо... Вот этот, вот этот вообще, я не мог угнать за ним. Слушай, за счет, я думаю, потом как Mario Kart кинуть гвозди просто. У меня теоретический круг может быть вообще на секунду снять. Вот там, вы же смотрите, теоретический круг, типа, это прогнозы, которые показывают. Я могу целую секунду снять еще, ну, почти секунду. Ты давай не выпендривайся. Не, ну, что-то, я теперь немножко хоть разобрался в концовке. А вы, кстати, прям взлетали, ну, да? Да, да. Ну, вот не взлетали, а вот... Ну, да, конечно, на скрипризе не проходишь. Блин, я тоже прораз, это кайф. Чего молчишь? Чего молчишь? Ты знаешь, знаешь, когда кого-то похож на чувака, который только-только начал играть в, это, как и гонку, и тебе не было там, например, доната на костюм, блядь, на машину. Время выставить. Да, да. Ну, какого не делаем предзаказы, смотри, блядь, ну, как это. Типа, чуваки такие, блядь, стоят и просто землан, блядь, не разлакенуются. Как твои впечатления? Ну, слушай, ну, прикольно. Прикольно, да? Ну, у меня вот только вот эта часть, наверное, вот эта вот, как бы... А ты внизу держал? В напряге, нет, и внизу. А, поэтому... Я держал, как держал. Если вот так вот держишь, то есть нормально, на 10,2, то у тебя, получается, у меня, в принципе, и плечи... Я уверен, еще картигисты там в комментах напишут, нужно вот так держать. Понятное дело. Я бы, в общем, конечно, так бы вел чисто. A rider undisturbed. На самом деле, я доволен, потому что это чисто картиный такой хороший, ты начинаешь. Не то, как вот MixCard, где я ездил, а просто садишься, у тебя сумасшедшие эти карты, и ты там не знаешь, как бы не умереть. Мы чисто как будто это в космос собрались, знаешь, с фарашютом. И пристегаски очень похожи, даже не на кнопку, а на триггер просто. Самый прикол в том, что сколько мы, 10 минут откатали? Такое ощущение, как будто мы катались 2 минуты. Вот реально, я вообще не почую. Я хотел догнать его, а потом я хотел просто, блядь, догнать его. Потому что я тебя обогнал. Да, он обогнал меня на 2 круга, он меня обогнал на 1. А ты где был, блядь? Ха! Что вы хотели? Я с самого выхода Mario Kart в неё играю. У меня уже опыт просто ОГОГО! Ну и если быть откровенным и честным, то, конечно же, лайфхаки здесь присутствуют. Итак, берите ручку, бумагу записывайте. Перед гонкой я всегда с утра выпиваю 2 литра масла, естественного моторного. Ну а что лучше сочетается с моторным маслом? Конечно же, печенки к чаю! Короче, это ОГОНЬ! Я был второй, я видел! Да, 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 я был второй, я был второй! Тридесятки на тридесятки меня обошли. Я, короче, я топил как молния Маквин. Просто вот так. Все, он тихо обогнал, его. Вообще, он засранец. Ну, чисто, знаете, вот я, я, у тебя был снизу колес? Конечно. Да? Ну, это на самом деле плохо. Надо, чтобы снизу не было. Чтоб ты постоянно держак ездил, да. Я наоборот, я слишком агрессивный езжу для картинга. Я аж привык после дрифта. Блин, ты смотришь на него, он выглядит так плавно, так тихо, так просто. Я такой, уууу, уууу. И все равно не догоняю. Все равно не догоняю, ууу. Вообще никак. Да, есть такая хрень. Как после второго заезда? Норм. Сизмин зажим. Что? Добавлен заезд он быстрее. В третьем заезде было, по сути, все то же самое. Единственное, мы на секунду опять улучшили свой результат. Ванпойнт топил как не в себя, а я с Димана пытался так, чтобы нас не обогнали на несколько кругов вперед. А Ваня начал даже, кстати, догонять Ванпойнта. По итогу трех заездов третье место занял я, второе место Ваня, а первое, как вы понимаете, Дим Ванпойнт. Естественно, мне больше всего понравился момент, когда я вылил на трассу масло, а Джамбо Макс на нем даже не подскользнулся. Ничего себе, я тут себе сказал. Ну и конечно же, мне понравилось все. Ведь я победил, поэтому и сходил бы еще раз. Вообще, на самом деле, поездка и такое времяпрепровождение, на самом деле, мне очень понравилось. Потому что это раз все вместе, скажем так, в реале, не перед камерой. То есть ты можешь пощупать человека, пообщаться с ним, посмеяться, какие-то невербальные моменты уловить. Дело даже не в картинге, дело в самом общении. Как говорится, все-таки лучше потрогать траву, чем сидеть за компьютером, ребят. А если говорить именно о тех моментах, которые мне не понравились, блин, это все очень быстро закончилось. Хотя, казалось бы, три заезда по 10 минут, это, блин, нагрузка довольно-таки тяжелая, скажем так, для неопытного человека. То есть там у меня даже некоторые синяки появились. Какого хера, блядь, непонятно. Но это очень прикольно. Это очень прикольный опыт в плане катания. Но это, скажем так, на последнем месте. Но самое главное, это в плане взаимодействия с людьми. То есть мы со всеми ребятами хорошо пообщались, посмеялись, покатались на моей тачке. Пацаны, скажу так, те, кому нравятся гонки, те, кто покупает всякие приблуды с всякими рулями, всякими там коробками передач, короче, угорает жестко по автосимам, наверное, мне кажется, стоит попробовать. Все-таки играть на автосиме и пробовать реально вводить вот такие штуки, это все-таки очень разные вещи. Я от этого все равно кайф получил. Да, меня сначала побросало очень жестко. У меня, наверное, на видосе будет видно, что я такой стою уставший, потому что я не ожидал вообще, что такие перегрузки будут вообще. И, блин, здорово. Прям реально здорово. Понравилось вообще все. Типа от самой атмосферы до самой езды. Потому что езда реально ощущается. Это прикольно, нежели гонять в Форде на автосимах 350. Тут ты летишь, считай, сколько? Ну, километров 40, наверное, как на моторолере или на каком-то. А тебя прям бросают прям по поворотам. Но в целом, да, я очень доволен. Я с кайфом время провел. Я прям не жалею вообще. На самом деле отдых на карте мне прям зашел. Реально все понравилось. И персонал. Нам, кстати, даже ребята помогли снимать вот эти вот футажики. Вот. Единственный минус во всей этой дилемме это то, что 30 минут, а именно каждый заезд, который длился 10 минут, он как-то быстрый. Он ощущался очень быстро, как будто это не 10 минут, а 2 минуты. Хотя в целом там шел таймер, и мы действительно откатывали полчаса. Но по ощущению, как будто мы катались, ну, не знаю, минут 6 где-то. Поэтому такие вот у нас впечатления о данной поездке. Если вы вдруг хотели когда-нибудь выбраться на картинг, обязательно выберитесь, потому что это очень классное времяпровождение. На этом, в принципе, все. Не забывайте подписываться на ребят, ссылки на которых я оставлю в описании. Также я оставлю ссылку на клуб, в котором мы были. Не забываем ставить лайсы, подписываться на канал и писать свои комментарии на этот счет. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok